Девушки отдыхают Девушки отдыхают Пьяо играет у нас на Джиггернауити МК помогает ему на Вичдокторе МРР играет на Шейкере На ботом лейн Отправили, я так понимаю, бетрайдера, да Но в итоге 4-5-6 оттуда уходит Потому как неприятно стоять Да и больше фарма, в принципе, в лесу для бета Все-таки четвертая минута Левел необходимый есть Ну и SCCC играет у нас На Templar Assassin на мид лейне Не убивай Сделали уже First Blood Сделали его на Bristol Back Все это случилось на топ лейне Ну и давайте разбираться Кто вообще у нас На что здесь гораст и куда выходит Что по стратегии Спектра серьезнейший лейт В составе команды Тонг Фу Поэтому, скорее всего, Спектра у нас Будет главной ударной силой Bristol Back И Queen of Pain Должны Тащить у нас мид гейм В лейту Выходить с силами Спектры Будет команда Тонг Фу Ну, как пропрет Тут уже вопрос такой Если всю команду Тонг Фу Нас в итоге не заносилует Как, собственно, случается с Bristol Back На топ лейне Вторая смерть уже То, возможно, Спектра Своё вывезет И тогда бедняжки Ньюби Со стороны Ньюби Есть мощнейший керри Джаггернаут И Templar Assassin На мид лейне Которая тоже имеет Огромнейший потенциал Вообще выхода в лейт Там, гляди, и Спектра Может огрести у нас От Ланай Ну и Бэтрайдер Который сложный Направился в лес Тоже, в принципе, среднюю фазу игры Да как среднюю Даже относительно раннюю Где-то минуты с 11 Как появится Даггер Должен В принципе, контролировать Команду Тонг-фу По всей карте Скорее всего, так и будет Все-таки команда у нас Профессиональная Ну, будем смотреть По фарму На первом месте На данный момент у нас Ред Спектра отправилась вниз фармить И именно этим она и занимается 26 на 5 У Реда практически без пропусков У Ю-9 На данный момент 23 на 9 Тоже, в принципе Топ Крипстат на карте Ну и не отстает Темплар Ассасин СС Точно так же Как Квапа идет у нас Хотя, по идее Квапа вроде должна Темпларку наказывать Но здесь Непонятно, кто еще Кого будет наказывать Половину лица Орвали Квин оф Пейн Темплар Ассасин Вообще по хп не проседает Есть Боттл Есть возможность Подхилиться И почти шестой левел Уже у Мидера команды Ньюби Ну у Квапы Шестой левел Уже есть Шадоу Страйк Пошел у нас В Темпларку Рефракшн В принципе Сейчас уже спадет Ну Квапе Не по шансам было Драться Половину хп срезали Квапе Но там один удар Из милда Мы видели Что происходит С Акашей На мидлейне Команды Тонгфу По голде Ньюби Вай Выигрывает всего ничего Порядка 100 Монет Ну и по экспириенсу Тонгфу Повыше Несмотря на то Что Ньюби Вай Сделали уже 2 фрага Ну что пяу На лоу хп Бриста В принципе Квиллспреи были Мана на них была И крутился Не крутился Джаггер Все это абсолютно фиолетово Физдэмэджем Развалили в итоге Керри Джаггернаута На топлей Забрали по итогу Три Триста шестьдесят У нас Джаггера Два-день счет По голде Ньюби Вай Начинает проигрывать По экспириенсу Тонгфу По прежнему впереди Ну и Удивительно Насколько сильно Фармили Тонгфу То есть не удивительно Конечно что Насколько сильно Удивительно что При двух киллах При счете 2-0 Команда Ньюби Вай Проигрывала И по В принципе И по фарму И по Экспе Сейчас когда Счет начинает Постепенно выравниваться Ну видим Преимущество Тонгфу Я думаю гораздо мощнее Чем Пятьсот Или сколько-то там Голды Ну что поймали Реда Мейн керри Команды Тонгфу Умирает Три-один Ну и Бета уже 1300 на руках Виджи Доктор Правда забрал этот Важный фраг Но и здесь В лесу тоже Керри у нас Отправляется в таверну Разменялись На противоположных Лайнах Своими Мейн керри Команды И Квапа В это время Забирает Темплар Ассасин На мидлейне Экшен Экшен по карте Непривычная вещь Для азиатской доты С другой стороны Да Для азиатской Может и привычная Для Китая Непривычно Но здесь не Китай Здесь Не топ команды Поэтому могут себе Позволить рисковать И вот такой риск Выливается в принципе В удачные мувы И симпатичную картину На карте Тонгфу по голде Выигрывает 700 По экспириенсу 2 с копейками Уже в пользу Тонгфу Они выровнялись по счету А по фарму Они как опережали Своих оппонентов Так и опережают На первом месте По нетворсу У нас Ред идет 2900 уже есть Для спектры В принципе Неплохой запак Фейсбутсы имеются Есть брасер Скорее всего Ред будет выходить в барабан И потом мы уже увидим Радик или что-то Вроде этого Есть таутшилд Ну короче говоря Укомплектовалась Спектра Так чтобы И фармить Свободно себе И Нормально иметь Возможность пожить Ну что Один Дезвард Несчастный И Ред здесь разваливается Просто под Под Меледиктом От Вич Доктора И Дезвардом Развалилась спектра Мейн керри Тухловаты На ранних минутах На Тонной спектра Ей необходимо выйти в лейт Если Такие одиночные фраги Будет делать Команда Ньюби Исключительно На спектре То что Тонфо ожидает В лейте Я честно говоря Даже не знаю Да Они неплохо держатся По золоту Лучший фармят По эксперт тоже Достаточно мощнее Выглядят Чем Команда Ньюби Исключительно Тонг-Фу Развалили Темплар Ассасин В принципе В мгновение Ока Поэтому Даже какой-то Подсейв От того же Шейкера Или где-то Недалеко Еще кто-то У нас Да МК у нас На Вич Докторе Был недалеко Подсейвить не удалось 9 минут 50 секунд Смотрим на графики 1000 голды У Тонг-Фу По экспириенсу 3000 Для Тонг-Фу Пошла ульта У нас от Спектры Бристлбэк На лоу хп На топ лейн Перемещается у нас Спектра И будет дорезать Здесь Шейкера И ульта пошла От Джаггернаута Минус Спектра Минус Бристлбэк Джаггер живой Хотя ненадолго Как я понимаю Да Скорее всего Здесь Джаггер умрет Еще один тик И до свидания 3 в 2 В итоге размен Потеряли Шейкера Потеряли Вич Доктора И Джаггернаута Игроки команды Не убивай Но В свою очередь Тонг-Фу Потеряли Спектру И Бристлбэка Если бы Еще и Квапа Здесь была и умерла То это вообще Было бы горе Для команды Тонг-Фу Так в принципе 3 в 2 Можно размениваться 460 Заработали Тонг-Фу В данном файте И 1600 По экспириенсу Правда по экспей Не убивай Побольше по ней Ну вот Собственно И первый даггер И первый врыв У нас от Бэтрайдера Кабу Не собирается вообще С огня отходить Решил пофайтиться Ульта аппарата Скорее всего в никуда Просто Потеряли Венжи Фулл Спирит Ну оставили в живых Спектру И то радует 8-7 счет По голде Тонг-Фу 500 впереди По экспириенсу Тонг-Фу 2000 впереди Но обратите внимание На движение графиков Тонг-Фу свое преимущество теряет Еще 1-2 смертей От Спектры И ситуация будет Вообще неприятна Для Тонг-Фу На данный момент Майнкерри Уже идет с 3-мя смертями И всего 2-мя убийствами Так быть не должно Если Тонг-Фу не собирается Рано Писать ГГ Вообще по пику Конечно Тонг-Фу Выглядят мощно Благодаря ульту аппарата И ульту Спектры Да и ульту Наверное Квапы тоже Главное Чтобы ульты аппарата Залетали Остальное все Сделает Майнкерри Сделает Мидлейн Но 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 Есть очень много Но для этого И эти но Выражаются В Спектре И Квин оф Пейн Которым нельзя умирать Да и Бристалбеку Нельзя умирать Потому что Минута у нас 13-я началась А Бристалбек до сих пор Бегает без намека Даже на Вангвард У него есть Брассер У него есть Пауэр Трэдс Ну и все В принципе Больше для Бриста Ничего интересного Боттл имеется Но это Никак Бристу не помогает В это время Джаггернаут Уже с Момом Уже с Фазами И постепенно Выходит в Яшу Со стороны Команды Ньюби Вообще по артефактам Давайте пробежимся Есть Блинк Даггер Для Бэтрайдера Программа минимум Выполнена У Шейкера у нас До сих пор нет Соул Ринга Но деньги на него имеются Ну что Будут пытаться Бриста Я так понимаю Развалить Уже пошел Файерфлайт Цепляют у нас Бристалбека Вытягивают его Ульта пошла от Джаггернаута Очень удачно Кабу Засейвил своего тиммейта И в это время Спектра у нас разваливает Вместе с Квапой Шейкера Минус 1 Сделала команда Тонгфуэта При том что Врывались у нас Не убивай Пиау у нас Собирается отсюда уходить И в принципе Правильно Раскастовал все И ничего ему не светило бы Здесь Ну и 4-5-6 тоже уходит Самое интересное Что если нет Винги То сбить ТП Вообще нечем И некому И Винга тоже В принципе С коротким Относительно станом Свап провязала Хотя бы Кого-то Оставить здесь Подраться Возможности Не было Это аппаратом Промазывает ЛПС у нас По голде Ньюби Вай Выходят вперед По экспириенсу Тонгфу тоже Потеряли преимущество И ушли В принципе В ноль Ньюби Вай Забирают у нас Рошана На 14-й минуте Мом на Джаггере Можно танковать Да и рефракшн У нас на Теплор Ассасин Че б не танковать 2-150 на руках У Темпларки Я думаю Что это будет Хорошее Вообще Мультимобильное И Наступательное Темплар Ассасин С Даггером Скорее всего То есть Веточку выбросил Вставил туда Даггер На Свободный слот И бегай по всей карте Издевайся над командой Тунг Фу И они Самое страшное Для себя Что позволяют Над собой Издеваться Тысяча по голде Уже Ньюби И по экспириенсу Полторы Тоже для Ньюби Что пошел У нас файт В лесу Ульта аппарата Влетает здесь Вич Доктора Вич Доктор В итоге Дез Вард Практически На фул раскастовал С чистой совестью Отправляется У нас в таверну Врыв дальше На Бристл Бека Бриста тоже Разваливает Пья уже Нереально много Дамажит Одного Мома и Фазов Хватило Чтобы Бриста Вообще Разрезать пополам Ну конечно же Здесь Темплар Ассасин Было Но Вы понимаете Прекрасно Что у Темпларки На дэмэдж Ничего и нет Кроме Фазов И чуть-чуть Тут Атаквилы Капнуло То есть То есть В принципе Ничего нет На дэмэдж Кроме тапка Это Несерьезно Да Темплар Ассасин И без тапков У нас Ой без тапков Без тапков Темплар Ассасин У нас ничего не может А нет Темплар Ассасин Нас и без артефактов Может разваливать Но Дело-то в том Что уже 15 минута И к этому моменту Можно было Бристу Например Укомплектоваться Брист только-только На Баклер Насобирал Когда будет Это Мека Непонятно И будет ли вообще Это Мека Или все-таки Выйдет он в Кримзон Гвард Возможно Сейчас соберет Баклер Потом пойдет в Вангвард Собрать просто Сам по себе Вангвард Бристу Никто возможности Не дает Четыре смерти уже У танка Команды Тонг-фу И четыре убийства Но смерти В принципе Подороже Выходили Бристлбеку у нас Чем все Что он заработал На линии Поэтому без вещей Без артефактов И без надежды Вообще Как мне кажется На эти артефакты В ближайшее время Как там спектра Каски Разделил Скрипом Здесь Ред Хорошо Что не перелетела На Кабу А дальше не начало Издеваться над Ancient Operation Каски я думаю Уже четвертые Нет Третьи каски У нас для Вич Доктора Скиллбилд Тоже у Вич Доктора Интересный Вуду в один Меледикт Максит И Третьи каски Первый Дезвард Ну и сейчас Еще одни касочки Потом Второй Дезвард И очень серьезной Боевой единицей Будет МК Он и сейчас Уже слишком напрягает Команду Тонгфу Чтобы не замечать Этого Брист У нас вовремя Разваливается на топлейне А здесь Скорее всего Заберут у нас Вич Доктора Дезвард зря провязал Ну Возможно думал Что больше дадут Времени раскастоваться Ульта аппарата Еще полетел на топлейн Бриста Еще раз Разменяли Вообще На пустое место 4-5 Идет у нас Бристлбэк И стыдно быть Таким Бристлбэком Хедреска уже имеется Для Бриста Есть Баклер Все-таки это будет Мека Не Кримзангвард А будет ли Кримзангвард И будет ли Вангвард У Бристлбэка Или все-таки Он будет Такой санитаркой На поле боя Который будет с Меккой Ходить всех хилить И толком ничего По демоджу Себя не представлять Это уже вопрос У Темблор Ассасин В это время Появляется Дезолятор И до этого Команде Тонг-Фу Было не сладко Темблорки Терпели невероятно Вообще Сейчас что будет твориться С любым героем Команды Тонг-Фу Я боюсь даже представить Рэд в это время Пошел укомплектоваться У нас В ХПН Дособирал себе Барабаны Пока что Не юзал их Есть 2 с копейками На руках Будет ли это Радианс На самом деле На самом деле Даже честно говоря Сомневаюсь В потребности Радианса В данной игре У команды Ньюби Нет тех Кто будет стоять И сутками Вообще бодаться Против Тонг-Фу Чтобы выжечь Радиком Что-то Ну что у нас Выход от команды Ньюби На нижний лайн Кабу поймали у нас В лассо Кабу скорее всего Под файрфлайм Здесь горит Хотя развалили Сначала Бэтрайдер Эншин Топорейшин Тоже отправляется В таверну Даблкил В итоге У нас Девять И Улетает На лоу ХП Отсюда Квин оф Пейн С ДДшкой Было Аквапа Поэтому не сложно Было настрелять Здесь саппортов Убили Вич Доктора Убили Бэтрайдера Ну и со стороны Команды Ньюби Вай Даблкил Ой на ком же Даблкил Темпларка Темпларка у нас Двоих убила Ну что и Триплкил уже Для Темплар Ассасин В итоге Потеряли Еще и Квин оф Пейн И скорее всего Реда тоже может Темпларка забрать Ред просто в панике Отсюда бежит 14-13 Команда Ньюби Вай Выглядит намного Мощнее У них куча демеджа И теперь Темплар Ассасин С Дезолятором В темпбилде С любым Готово разговаривать Причем разговор Будет очень короткий И не в пользу Оппонента Темпларки 200 с копейками Ньюби Вай По золоту И по экспириенсу Уже более 3000 Да и Вот графики обновились И по голде тоже За 3 перешагнуло Преимущество Команды Ньюби Вай Что-то Тонгфу Вообще Из себя Ничего серьезного Не представляют В данной катке Может быть Не собрались На первую игру Может быть Что-то Ошибочное Хотя Про остановки лайнов Вот я смотрю И не нахожу Каких-то Грубейших Ошибок Брист Брист На сложный Брист Должен В принципе Был Неплохо Себя Чувствовать В итоге Брист У нас Умирает Скорее всего Я думаю Шестой Раз Да Да Брист Отсюда Не отпускают Перетянуться Бристу В любой момент Можно было На одну из линий Да хоть В лес Вообще Уходи Квилл Спреем Зарабатывай Деньги Все-таки Есть Боттл Ману Регенить Тоже Не особая Вообще Не особой Сложности Задача Но Брист У нас В итоге Просто Стоял На сложной Просто Терпел И натерпел Уже Такое Отставание Команды Тонгфу Что Страшно Смотреть За этим За пиао Пошла Погоня Здесь Фазы Здесь Мом Еще И Хилингвард Еще И Вичдоктор Если что Через Вуду Подхилят Все Команды В итоге Тонгфу Зря Стянулись На топ Лейн Т1 Не факт Что падал Бы В итоге Потеряли Время Потеряли Время Не убивай Есть смысл На самом деле Больше агрессии Проявлять Ну что Квапу У нас поймали Темплар Ассасин Через Даггер С одного Удара У Квапы Слетает Три Четверти Хеллс Пойнтов И это Темплар Ассасин У которой Ничего нет Кроме Дезолятора На дэмэдж Но мы Прекрасно Знаем Что Ничего Кроме Дезолятора Темплар Может Не понадобиться До конца игры Хотя В дальнейшем Я думаю Что Есть смысл Здесь выйти В Манта Стайл Все таки Оркит Уже У Квапы Имеется Ну Скорее всего Стандартная Сборка Будет На Темплар Ассасин У Ancient Operation Уже Есть Хенд оф Мидас К 20 Минуте И то Неплохо С учетом Как сильно Тунг-фу У нас Горят А этот Мидас Гляди И поможет Аганим Собрать У нас Аппарату Пока что Аппарат Возможностей Приобрести Данный Артефакт Никаких Не имеет Спектра Продолжает У нас Фармить И собирать Деньги На Что Ред Собирает Деньги Я думаю Вы прекрасно Понимаете Скорее Всего Это Радианс Но Этот Радианс Появится К 79 Минуте К этому Моменту Уже Упадет Вся База Ну Что Ульта Пошла У нас От Спектры Потому что Файте Замес Развалили Здесь Спектру Развалили Продолжают Разваливать Здесь Queen of Pain Под Маледиктом Скорее всего Квапа У нас Тоже Сгорит Ну И МК Даблкил Потеряли Только Джаггернаута Забрали Четырех Человек Игроки Команды Не убивай Ай Темпларка Просто Не простит Команду Тунгфу Они Наплужили В начале Игры Теперь им За это Отдуваться И Скорее Всего Я думаю Игра Здесь Будет За Ньюби От Этого Момента Да и Раньше Гораздо Их преимущество Начало Явно Проявляться Ну и До Конца Игры Как-то Развернуть Игру Развернуть Файты И начать Поворачивать Все в свою Пользу Команду Тунгфу Возможности Не имеет Радика У Спектры Нет Радик Уже Я думаю Не нужен Здесь Да Фракшн Сбивать Было Вообще Неплохо Но Темплар Ассасин Не даст Жить 5 секунд У нас Спектре Кабу Ловит У нас Фессуру Ловит У нас Стана От МК И Керинг Спри Уже У Вич Доктора Сразу 2 ТП Пошло На Мидлейн Бристл Бэк Осмелел Пошел Файтиться За Темплар Просто Один Удар Разворот У Бриста Нет ХП Уже Еще Один Удар И Брист У нас Разваливается То же Самое С Редом Я думаю Сейчас Уже Гуд Гейм Вел Плей Будет Написан Нет Смысла Ждать Дальше На самом Деле Может Быть Игроки Команды Тонг Фу Собираются Еще Немножко Пристреляться Понять Что Что Да Как И Понять Вообще Игру Своих Оппонентов Но В целом В матче По моему Все Уже Ясно 22 минуты Сыграно 10 тысяч По голдей Не убивай По экспириенсу 10 тысяч Тоже В их Пользу Темплар Ассасин С тремя Тысячами На руках Яша Манта Стайл Очень Все Просто Это На кого Там Баттлфюри На Пиао Пиао Собирает Баттлфюри Джаггер Решил Формить Нам Дают Мы Формим Яша Уже Имеется Персик Есть Дальше Давят Есть Преимущество В силе Вообще Есть Преимущество По демеджу Дезвар Тут Ведь Доктора Не жалеет Одна Венгад Так Одна Венгад Без Вопросов Абсолютно 15-22 Без Венги В принципе Файтиться Команда Тонгфу Не сможет Венгад Тут Очень Важный Персонаж Эти Постоянные Подсейвы За счет Свапов Это Единственное Наверное Что Останавливает Ньюбивай Чтобы 5 в 0 Не драться Постоянно Ну что Денайбл Тавер И уходит Отсюда Пиао И все Отсюда Просто Разбегаются Что остается Команде Тонгфу Просто Денает Свой Тавер Со слезами На глазах Пока что Ньюбивай Выглядят Намного Сильнее Намного И ничего С этим Не поделаешь Темплар Ассасин На Рошана Без проблем Подает Роха Демеджить Мать Мущая Ну и Прилетает БКБ У нас К Темплар К Ланая Уже Закомплектована В принципе Бессмертно Иначе И не назовешь Как темпларку Сливать Понятия не мере Фракшн имеется Есть БКБ С руки Никто толком Не дамажит Спектра по прежнему Бегает с кучей денег В руках Но с отсутствием Артефактов У Реда 3 700 на руках И еще И такая неприятность Собственные тиммейты Продавили линию Спектре теперь надо Либо во вражеский лес Идти Либо еще куда-то Сейчас Спектра Возможности фармить Не имеет Лес тоже Весь выформлен Короче говоря Просто Ред теряет время Теряет время А время В доте Для Реда Это деньги Чтобы просто Подойти под Тауэр Сейчас Реда Просто-напросто Развалят У него нет Даже с собой ТПшки Он пошел Бит Т2 В это время Падает нижняя линия У команды Не убивай Ну возможно Тонгфу точнее Ну я думаю Что понимает Ред Что вряд ли станут Перетягиваться Здесь один Т2 Несчастный А здесь целая линия Развалится От команды Не убивай Пошла ульта От Спектре Куда правда Спектре Врываться Непонятно Я думаю Что Ред Трипл килл уже От МК Вич Доктор У нас с Аганимом Этот Аганим В трипл килл у нас Превращается Ну все Отваливается в итоге Венш Фулл Спирит И команда Тонгфу Понимает Что драться дальше Смысла никакого Ред у нас в итоге Так и остался Без Радианца 25 с половиной минут Появился Сакрат Релик У него До Радика Не дожил Ну то о чем я говорил Радик соберется У Спектры Когда Упадет уже трон Его команды Ну что Поздравляем команду Ньюби Вай Выглядят они В принципе Неплохо Да и В принципе И Тонгфу Выглядели неплохо Просто Ньюби Янг Нормально себя Реализовали По лайнам И команда Тонгфу Просто-напросто Не выдержала Вообще Никакого давления Ни на одной из линий Ни на легкой Ни на сложной Ни на мидлейне Ну посмотрим Должны собраться Все-таки Тонгфу Как бы В громкое И звучное имя Несут Пора его Как-то и Защищать Все Услышимся Через 2-3 минуты Пока что Небольшая пауза Катка у нас Напомню в формате Бест оф 3 идет И только Только первый матч Прошел Все Услышимся Через 2-3 минуты Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok